Всем привет, дорогие друзья! В этом видео разберем самые частые ошибки, которые мы все совершаем в английском языке. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Самая одна, наверное, из самых частых ошибок, это когда мы говорим не I agree, а I am agree. И это вот идет из... Особенно русскоговорящие совершают такую ошибку, потому что мы говорим я согласен, а не я соглашаюсь. И вот из-за этого у нас получается такая калька на английский язык, и мы представляем глагол be туда. Не надо, дорогие друзья, запомните. И так далее. Окей? Никакого be там нет. Следующая ошибка связана с употреблением слова very с глаголами. То есть, смотрите, дорогие друзья, неправильно сказать I very like rock music. Не надо так говорить. Замените просто very на really, и все станет супер. I really like rock music. И вот теперь ваше предложение правильное. Или можно сказать совсем по-другому. I like rock music very much. Да, вот very much в конце предложения просто поставили. Но самое легкое, да, просто very на really заменили, и у вас все будет прямо хорошо. Следующая ошибка. I feel myself. Смотрите, в английском языке feel просто, оно уже включает это, как бы, то, что я чувствую сам себя, да, плохо. Поэтому myself не нужно туда подставлять, да, то есть, если вы хотите сказать то, что я чувствую себя плохо. I feel bad. Или I feel unwell. Или I feel good. Окей? Никаких myself. By the way, I feel bad. Есть выражение с myself, например, I don't feel like myself today, например, да. Но это значит то, что я не чувствую себя, я сам не свой сегодня, вот, как мы скажем, да. I don't really feel like myself, я сам не свой, да, поэтому вот она разница, да. I feel bad, и то, что я сказала, окей, запомните это, дорогие друзья. Дальше тоже очень частая ошибка. How is this film called? Да, как называется этот фильм? Смотрите, мы в русском говорим как, поэтому и на английском мы ставим how. Это неправильно. What is this film called? Окей? Или what is this book called? Да, как называется эта книга? То есть, какое у неё название? Да, вот, запомните, какое у неё название. What is this film called? Или, например, когда вы спрашиваете, да, вот, как это по-английски будет? То же самое. What do you call it in English? Да, what do you call стол in English, например. Окей? Следующая ошибка употребления слова home task. Вообще, в принципе, такого слова особо-то и в английском нету, дорогие друзья. Только homework. Да, у нас есть task или tasks, и есть homework. Окей? Вот home task – это какое-то наше собственное изобретение. Нет такого слова в английском языке. Да, то есть, I do my homework every day, I hate doing homework, my teacher gives us a lot of homework. Но никак не home task. Окей? Запомните это. Дальше, когда мы хотим сказать, вот это вот не для меня, да, спорт – это вообще не про меня, это не моё. Но тут нужно сказать, тоже запомните фразу, it's not my kind of thing. Окей? Не вот это вот всё, it's not for me, it's not mine. Не-не-не-не-не, это не English. Окей? It's not my kind of thing. It's not my kind of thing. Окей? Вот это вот не моё. Да, то есть, я могу сказать, например, sport isn't my kind of thing. Окей? И вот у нас получилось. Очень хорошо всё получилось. Дальше, следующая наша ошибка – это употребление слова communicate – общаться. Да, вот мы очень часто это используем. Да, we don't communicate, да, мы не общаемся. Но, дорогие друзья, communicate в английском языке имеет либо формальный какой-то оттенок, да, когда вы используете это в каких-то официальных текстах, речах и так далее, либо это вообще технический термин. Если вы хотите сказать то, что вы не общаетесь с человеком, используйте слово talk. Окей? И всё, не надо communicate. We don't talk anymore. Мы больше не общаемся, мы больше не разговариваем. Да, вот. Talk, окей? Или, если вы хотите сказать именно то, что мы перестали общаться, можете тоже использовать классное выражение lose touch, да, то есть потерять связь. Или, наоборот, если вы поддерживаете связь, можете говорить keep in touch, да, например, или просто be in touch. Например, I'm still in touch with my school friends. Да, я всё ещё на связи со своими друзьями, я всё ещё с ними общаюсь. Окей? Но не communicate. И последняя ошибка на сегодня. Как сказать в последнее время? Вот мы тоже, опять же, стремимся это перевести прямо слово в слово на английский язык, но на самом деле в английском языке есть всего лишь слово для вот этой всей фразы. Lately. Lately – это в последнее время. Ну, то есть, например, Lately I've been feeling lonely. Да, вот в последнее время я чувствую себя одиноко. Lately. И feel, заметите, без myself. Окей? Ну, и сегодня это всё, дорогие друзья. На самом деле, не бойтесь совершать ошибок. Ошибки – это знак прогресса. Это значит, что мы всё равно учимся, продолжаем учиться. Не бойтесь всего этого. Я вам просто их рассказала, чтобы вам помочь. Желаю вам успехов. And see you very soon. Субтитры сделал DimaTorzok